Надежда, поскольку у нас много новых участников регулярно появляется, я хочу в двух словах, чтобы вы нам рассказали про Надежду Морозову из Хабаровска, как она стала трейдером и чем сейчас торгует, потому что не все с вами знакомы, вы у нас первый раз в эфире так прорвались с камеры. В двух словах, чем торгуете, чем занимаетесь, какая торговая стратегия. Я думаю, Герману будет тоже интересно познакомиться с вами поближе. Во-первых, эфирное время Германа, надо спросить у Германа. Эфирное время Германа, мы понимаем, что ничего здесь нет. Он не против. Хорошо, спасибо. Хабаровск, торгую седьмой год, торгую Форекс, то есть вот опять же с Германом перекликается. То есть не было опыта там ни фондовая биржа, ни американская, ни наша фондовая, ни американские рынки. Это Форекс. Пришла, собственно, я так думаю, как любой частный трейдер, удаленщик. Это стандартная история. Пришел в дилерский центр, сел на курсы, там у каждого своей пути кто-то засиделся, кто-то решил деньги вложить, слился. Это кто-то еще как-то. Я вот недавно буквально слышала историю тоже о девушке трейдера, что она пришла и стала сидеть в дилерском, в дилинговом зале. Вот так же я. Вот Маша, могу тоже руку ей пожать, потому что я так же сидела в течение полугода, ежедневно практически приходила и занималась. Не обращала внимания ни на кого, спрашивала, задавала вопросы ребятам, видела реальных трейдеров, с ними общалась, тоже задавала вопросы. Я видела, что люди торгуют, что есть результаты, и я просто училась, и вот в итоге появился через полгода инвестор, и дали тому подобное. Доходы, провалы, убытки, прибыли. И сейчас вы управляете деньгами инвесторов, да, в основном, или своими? В основном я инвестиционный управляющий, то есть это привлеченные средства. Кстати, по поводу теории трейдера-инвестора у меня тоже есть свое четкое видение. Я очень не люблю, когда трейдеры начинают говорить, что я трейдер и торгую только на свои деньги. Я считаю, что этот человек скорее инвестор, нежели трейдер, потому что трейдер зарабатывает не своими деньгами, трейдер зарабатывает своей головой, то есть он зарабатывает на чужих деньгах, на мой взгляд, на своей головой. То есть вы смещаете акцент. Для вас трейдер – это прежде всего человек, который торгует чужими деньгами. Тот, кто торгует своими, это частный инвестор, да? Конечно, безусловно. И особенно вот эта вот риторика по поводу того, что я вот возьму свои деньги и буду только на них торговать, что если ты привлекаешь деньги, ты несостоятелен или еще что-то, это такая глупость, на мой взгляд. По-моему, ты несостоятелен, если ты боишься привлекать средства. То есть ты, значит, не умеешь принимать решения, ты боишься принимать решения, как трейдер. Поняли, ваша точка зрения понятна. Надежда, а вообще раньше чем в жизни занимались, на кого учились, до того, как пришли в трейдинг? И знаете, что касается образования, образование у меня средне-техническое, я связист, и высшее экономическое, я управленец. Ну, дополнительно разные. Получилось поработать по специальности или как-то не сложилось? Ну, все, что касается связи, это на уровне практики там и так далее осталось. А что касается экономики и управления, ну, там у меня еще маркетинговая направленность была. И, в принципе, и то, и другое, и третье я попробовала. То есть я была и продажником, я была и маркетологом, я была немножко и управленцем. Я понял вас. Надежда, то есть получается последние 7 лет вы живете с того, что зарабатываете на трейдинге, получаете комиссию от инвестора, который, так сказать, вы от инвесторов. То есть вы классические, управляющие средствами на рынке Форекс, про которых говорят, что это невозможно. А вот вы есть и зарабатываете, и живете. И вот и нефиг никому ничего доказывать. Все понятно. А как с инвесторами в это время, Надежда, не секрет, что некоторые уходят, некоторые, так сказать, на американский рынок уходят. А как с инвесторами так же лучше, хуже, чем, скажем, 5 лет назад? Я бы сказала так, что инвесторы, естественно, в кризис, естественно, люди более прижимистыми стали наши, русские инвесторы. Вот, просто я работаю не только с русским инвестором. Ну, потому что тут тоже есть один момент. В России инвестиции, это как-то классически считается делом высокорисковым. То есть инвестировать лишь тем более в Форекс. Вот это клеймо с нас никогда не сойдет, наверное. Мало кто готов какие-то серьезные средства. И поэтому русские инвесторы, как правило, инвестируют очень мало и редко. А сейчас двойне. Ну, то есть как бы стараются избегать этого всего. Честно. Ну, да, да. Я подтверждаю, что сейчас вот как бы такая тишина, наверное. Но это скорее связано с кризисом, не именно с кризисом, там Форекс, не Форекс. Вообще просто инвестиции, ну, люди стараются либо в носках держать деньги, либо выводить из России. По-моему, как сейчас происходит. Я понял вас. То есть вы сейчас ориентируетесь больше на иностранных инвесторов, чем на российских практически. Я понял. Ясненько. Спасибо, Надежда. Какая у вас торговая система, как вы торгуете? Я безсистемщик. Я безсистемщик. Можно сказать, что я свингтрейдер, но это тоже очень, это очень мало моей торговли. То есть я могу работать внутри дня, я могу работать средний срок, я могу сидеть долгосрок. У меня могут быть позиции ограничены стопами жесткими, но это очень редко бывает на самом деле. У меня могут быть очень высокорисковые позиции. Поэтому свою систему я не загоняю ни в какие рамки и жестко себя никогда не ограничиваю. Решения всегда одномоментные, так же, как и рынок. Они всегда разные. Утром одно решение, вечером совершенно другое может быть. То есть можно назвать это интуитивной торговлей? Это не можно, это нужно называть интуитивной. Но все-таки уровни смотрите, наверное, какие-то индикаторы может быть смотрите. Не абсолютизируя их, но что-то смотрите, кроме общего видения и графика. Ну, на самом деле, смотрю все, смотрю технические, теханализы классические, смотрю какие-то выкладки людей, которые торгуют, уровни, объемы, разные рынки анализируют. Я это тоже принимаю всегда во внимание. То есть все, что вам интересно, все смотрите, ничем себя не ограничиваете, но и в то же время не делаете это ключевым фактором принятия решения. Ключевой фактор, я вам открою секреты, это Граалин будет для умных людей, для тех, кто не слышит. Ключевым фактором всегда будет концентрированное решение, которое вынесено посредством анализа разных видов взгляда на рынок. То есть вы смотрите технический анализ, вы смотрите аналитику по рынкам, вы смотрите, что сказали там гуру трейдинга и так далее. Если эти все люди сходятся во мнении в одном вопросе, скорее всего, вот этот момент и будет прорабатываться. И он будет прорабатываться именно так, как сказали эти люди. Ну или как рынок показал, то есть как вот, что было видно от себя. То есть, как правило, подтверждается это ни одним и ни двумя факторами. Вот почему я сейчас с Германом вступила в небольшую полемику, потому что для меня вопрос, например, стоит. Хоть и консолидация вниз, на лоях, хоть мы и пробили двухлетний диапазон, но для меня вопрос сейчас стоит, что мы можем уйти в век по евро-доллару. Потому что мнения разделяются по рынку, по аналитике и так далее. Я понял. Я не понял ваш Грайль, но надеюсь, наши участники лучше меня разобрались, поняли. Сейчас слышно. Слышу. Сейчас слышно? Сейчас слышите меня? Надежда, слышите меня? Да, теперь я. Потому что я не понял, в чем Грайль, концентрация и понятно, как в уши. Нет, вы смотрите рынок, вы слушаете аналитику и так далее и тому подобное. Если вы видите совпадение в каком-то вопросе, вот допустим, цена пойдет туда-то, туда-то. И все сходятся в этом мнении, неважно, кто там вниз смотрит вверх. Но видят вот эту точку и они ее обосновывают все разными путями, разными взглядами на рынок, то это и будет отрабатываться. Не надо сидеть и придумывать тоже себе, вот как бы я это вижу, я вижу туда, я вижу сюда. Надо включать синергию, то есть мы трейдер, мы инсайт используем, анализируем его, да, для принятия решений верных. Вот у нас есть уши, у нас есть голова и вот это помогает. Я просто сейчас не могу сформулировать, потому что это все неожиданно. Вот это мы вас поняли, вот это я понял, ясненько. Надежда, вы на кого-то смотрите перед собой, там кто-то сидит из ваших родственников, нет? А, понял, понял. Нет, я пытаюсь поймать, посмотреть вот именно на вас вот так. Я понял, я понял. Ну, привыкнуть смотреть в камеру, да, да, для этого нужна определенная привычка, конечно. Ясненько. Надежда, я вижу некоторый когнитивный диссонанс. Я в Москве сижу в свитере, вы сидите в Хабаровске в легкой маечке. Я не понял, какая температура сейчас в Хабаровске вообще. Ну, на самом деле у нас весна-весна, вы сказали, что у вас минусовая температура, а у нас прямо весна-весна, уже все совсем раздеты, девушки красивые. Ну, здорово. Поэтому, ну и у меня тепло. Здорово, здорово. Надежда, возвращаясь к трейдингу, и какой результат вы показали по 2016 году? Сами довольны, недовольны? Я довольна доходность более 20% годовая, в годовом выражении. Для меня это хороший очень результат. Вот, это уже не первый плюсовой год. В принципе, я в плюсе. Хорошо, все хорошо для меня. В валюте, тем более, 20% результат годовой, это прекрасно. Я думаю, инвесторы тоже счастливы, даже не сомневаюсь. Ясненько. Как для себя определяете ближайшие годы жизни? Продолжаете заниматься трейдингом или что-то ищете новое, другое? Ну, что касается трейдинга, то, безусловно, я бы хотела по экзамену все-таки пройти, попытаться на ММВБ, да? Когда будет, да. Вот. А на какой площадке вы торгуете? На каких площадках вы торгуете, кстати? На ММВБ торгуете? Нет, 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 нет. В России я не торгую. На русской бирже я не торгую. Я торгую Форекс. Форекс. Нет, там-то есть валютная секция, его тоже называют Форекс, понятно. Нет, я не раз на российской бирже не торгую. Европейская биржа. Европейская биржа, ясненько. Вы имели в виду сессии? Если вы имели в виду сессии, то это круглосуточно. То есть, я могу везде. Азиатскую сессию я очень люблю. Ну, я имел в виду, вы на московской валютной секции торгуете или нет? Я понял, не торгуете. Но думаете над этим, раздумываете о сдаче вот этого экзамена. Нет, я об этом не думаю. А хотите, скажу, почему не думаю? Или не делать вам антирекламу? Говорите все, что думаете, даже не задумывайтесь. Реклама, антиреклама. У нас все можно. В общем, коллеги-трейдеры, знающие меня, позвали меня полтора года назад, по-моему. Да, много раз звали участвовать в ЛЧИ. И я личным делом решила поучаствовать. Но, вы знаете, такого жуткого, непвалифицированного подхода техподдержки к проблемам там с подключением и так далее, и тому подобное. Я не встречала, честно, за все годы трейдинга где-то там через какие-то офшоры. Я ни разу в жизни не сталкивалась с таким отношением. Я была в шоке. А после того, как аннулировали просто позиции там по конкурсу за целый день у всех трейдеров, то есть сняли прибыль, потому что им просто не захотелось ее выплачивать. Я просто как бы, я просто, я не поняла этих всех вещей и просто перестала вообще даже туда пытаться появиться. Я понял. Ну, я уже 25 лет это не понимаю, да, но тем не менее люди как-то торгуют. Я понимаю молодой рынок, я все понимаю. Я понимаю молодая биржа, я все понимаю. Я понимаю, откуда берется ликвидность там и так далее, и тому подобное. Что такое маркетвейкеры, я все это понимаю. Но не настолько по-живодерзки. Ну, нельзя так. Я понял. Кто брокер у вас был во время ЛЧ? Ой, по-моему, один из них был Allor. Я просто переподключалась, там, по-моему, и Церик был. Ясненько, поняли вас. Хорошо, хорошо. Надежда, как ваша семья относится к вашему занятию трейдингу? Ну, моя семья состоит из дочери. И дочь, на самом-то деле, смирилась. Что мама 25 часов у компьютера, она смирилась с этим, да? Она смирилась с тем, что мама стала вести себя совсем по-другому, стала совсем другим человеком за этим. Она меня поддерживает очень много. Я могу даже показать. Вот она мне писала правила торговые мои. О, Боже мой. Так что у нас все очень-очень-очень серьезно. Меня контролируют, меня держат за мной. Она следит за тем, чтобы вы вовремя кушали хотя бы, там, я не знаю, как-то это. Ну, безусловно, не без этого. Но больше, если честно, я тоже буду говорить честно, мы следим за прибылью. Если прибыль, то выводили люди. Так как вот... Она вам уже, я смотрю, так помогает прямо. Не только там рисует, вот скажем, там, правила красивые, да? Но она, я так понимаю, смотрит за тем, как вы работаете, насколько я помню. Ну, на самом деле, она, можно сказать, в некотором смысле, мой подрастающий риск-менеджер. Потому что она знает все мои минусы, я ей о них рассказываю. Ну, и делюсь, чтобы она понимала, почему там деньги приходят, деньги уходят, да? Вот. И она уже знает меня, она уже может мне подсказывать. Мама, вот здесь не надо. Я понял. Мама, не ложись спать, мама. Как интересно у вас сложилось. Это прекрасно, конечно, когда такой самый родной на свете человек, помогает и заботится. Ну, прямо прекрасно, рады за вас. Она бы вынуждена была. Я думаю, что если бы она была постарше, все было бы совсем нечего. Я понимаю. Ну, в жизни не все от нас зависит. Как сложилось, так и сложилось. Здорово, здорово. Спасибо большое, Надежда. Так что я очень рад, что вы у нас вышли в эфире. Надеюсь, теперь будете часто бывать. А у меня вообще есть мысль, а давайте мы вам сделаем еженедельную передачу Надежды Морозова «Восточно-азиатский стиль торговли» или так, интуитивная торговля. Надежда Морозова, точка, интуитивная торговля. Как вам такая идея в целом? Ну, давайте на суд участников портала, да? Ну, то есть, если есть какие-то предметные темы для обсуждения, я буду рада поддержать, так как я, в принципе, я за терминалом, я с вами вместе, я смотрю ваши программы ежедневно. Ну, то есть и с вами. И как бы я ничего не потеряю, и вы тоже, если мы будем в эфире общаться. Да, отлично. Коллеги, кто хочет увидеть эфир передачи еженедельной Надежды Морозова «Интуитивная торговля», поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. А кто не хочет, поставьте, и мы примем сейчас, у нас же все быстро, оперативно. Ну, вот я вижу уже десятка-два у себя в чате плюсов, ни одного минуса. Поэтому, Надежда, если вы не возражаете, я вам пришлю вечером имейл, вы увидите завтра утром, естественно, поскольку у вас уже 21.03. Вот, я вам пришлю имейл, вы посмотрите, и мы обсудим тогда, как и что можно сделать. Хорошо? Да, хорошо, хорошо, давайте. Отличненько. Спасибо большое, Надежда, вам за ваш эфир и удачи, хорошего настроения. Спасибо. До свидания. Всего доброго.